МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Нехитрое дело попасть ногою в проложенный след. Гораздо труднее, но зато и почетнее прокладывать путь самому. Так говорил белорусский писатель Якуб Колос, и он был абсолютно прав. Давайте искать новые пути вместе. Меня зовут Олег Шишкин. В эфире программа «Загадки человечества». Сегодня в программе. Модернизация российской армии. Каким станет новое оружие русских солдат? Кто заменит Макарова и Калашникова? Из чего будут стрелять наши снайперы уже завтра? По своим тактико-техническим характеристикам, этот карманный Калашников превосходит все мировые образцы стрелкового оружия. Красиво плыть не запретишь. Американские конструкторы создали электрояхту за полмиллиона долларов. Кто готов приобрести новинку? В чем ее плюсы и минусы? Ты можешь отойти от берега, что-то пошло не так. У тебя нет возможности вернуться. Парк мезозойского периода. Ученые утверждают, что на территории Невадского гейзера Флай можно увидеть нашу планету такой, какой она была в эпоху динозавров. Как удалось этой земле дожить до наших дней без изменений? И какие тайны она пронесла в своих недрах через миллионы лет? Физика процесса очень простая. То есть это луканическая деятельность, это жидкость, это вода, это разломы тектонические. Кто убил президента Альенде? Что произошло в Чили 11 сентября 1973 года? Жестокое убийство или суицид? Почему Сальвадора Альенде называют проектом КГБ? И что связывает Аугуста Пиночета со спецслужбами США? Единственный способ помешать мне исполнить волю народа – изрешитить меня пулями. Повстанцы ворвали всего в кабинет и застрелили его. Понят, 13 пульсов. Похороните меня за плинтусом. Почему людей хоронят заживо? И почему риск проснуться на собственных похоронах – есть всегда. Там по ошибке похоронили впавшую в кому Октавию Смит. Впоследствии она явилась своему мужу во сне и сообщила ему о том, что он ее закопал и живьем. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Министерство обороны Российской Федерации заявило о перевооружении армии. У военных и силовиков появятся новые пистолеты, снайперские винтовки, пулеметы и автоматы. Так на смену привычному Макарову придет разработка Лебедева. Благодаря модульной конструкции у этого пистолета усовершенствованы ствол и система прицелов. На него установлены фонарь, лазерный указатель цели и глушитель. По словам конструкторов, новинку отличает легкость и высокая точность. Что заменит нашим солдатам знаменитый автомат Калашникова? Из каких винтовок будут стрелять снайперы? И как эта модернизация повлияет на обороноспособность российской армии? Эти винтовки, пулеметы и автоматы военные эксперты уже окрестили самыми перспективными образцами стрелкового оружия. Новинки от российского концерна Калашников, по словам создателей, поражают цели на любых дистанциях. Например, прицельная дальность нового автомата АМБ-17 теперь равна 450 метрам, что почти вдвое больше, чем у его предшественника, автомата ВАЛ. У нас была поставлена задача президентом России к 2020 году завершить основное перевооружение наших вооруженных сил. Там должно быть 70% новых вооружений и 30% модернизированных. Соответственно, эта задача очень успешно выполняется. Одной из самых значимых российских оружейных новинок стал малогабаритный автомат концерна Калашников АМ-17 и его бесшумный вариант АМБ-17. Конструкторы разрабатывали их для бойцов спецназа, делали их легкими и мобильными. Вес АМ-17 всего 2,5 килограмма, а его длина со сложенным прикладом — 50 сантиметров. Но по своим тактико-техническим характеристикам этот карманный Калашников превосходит все мировые образцы стрелкового оружия. Уже в начале 2018 года на смену устаревшей винтовки Драгунова придет новая снайперская винтовка Чукавина. Вес СВЧ при любой компоновке остается чуть более 4 килограммов. Но самое главное, она гарантированно поражает цель с расстояния 1200 метров. В среднестатистический снайпер такую винтовку может легко использовать. Это не супер какой-то профессионал, а это солдат, который, может быть, не так давно пришел в ряды вооруженных сил. Ручной пулемет РПК-16 пришел на смену РПК-74. Но в отличие от своего предка, он мобильнее и почти в два раза легче. Вес — всего 4 килограмма. Но при желании у него можно легко заменить ствол и превратить пулемет в штурмовую винтовку. По мнению экспертов, у РПК-16 попросту нет аналогов. У нашей армии наилучший боевой опыт, боевые успехи наилучшие, потому что в Сирии мы показали очень многое из того, что удивило Запад. У нас самая высокая динамика по перевооружению. Мы начали перевооружение в 2008 году. И показатели просто удивительные для всех. Только за последние пять лет артиллеристы вооруженных сил получили свыше трех тысяч единиц современных образцов военной техники, что позволило перевооружить более 50 воинских формирований. Сегодня военные аналитики уже не сомневаются. Такими темпами, как Россия, не обновляется никто в мире. Первая в мире теплоэлектростанция с отрицательным выбросом углекислого газа заработала в Исландии. Швейцарская компания установила на геотермальной электростанции специальный модуль, который улавливает частицы углерода из воздуха. Геотест производит около 300 мегаватт электричества и 130 мегаватт тепла для рек Явика, который находится в 25 километрах к северу-западу от станции. Она стала первой в истории электростанции, которая не выбрасывает углекислый газ в атмосферу, а наоборот поглощает его. Правда, пока она перерабатывает не больше 50 тонн вредного вещества в год. Такой объем углекислого газа выделяет средняя статистическая семья из трех человек. Группа климатологов заявила, что в России могут начать бушевать ураганы и цунами невиданных размеров. Причиной возможного появления катаклизмов ученые назвали повышенную сейсмоактивность в Европе. По их словам, отголосками западных извержений вулканов может стать появление несвойственных нашему климату природных явлений – ураганов, цунами, смерчей. Начало катастрофы ученые ожидают через сто лет. Так что пока нам волноваться не о чем. Японская компания создала так называемую кота-подушку – Кьюба. Она виляет хвостом каждый раз, когда человек ее гладит. По словам разработчиков, этот мягкий робот предназначен для лечения сердечных недугов. Аксессуар представлен в сером и коричневом цветах. Заряжать кота-подушку можно через USB. Одного заряда хватит на 8-часовое виляние хвостом. Новинка поступит в продажу летом следующего года. Предполагаемая цена – около 100 долларов. Международная туристическая ассоциация создала рейтинг ландшафтов, в существование которых невозможно поверить. В число лидеров вошел Невадский Гейзерфлай. Своё название он получил за невероятную силу, с которой струи воды вылетают из него. Фонтаны могут достигать высоты больше 15 метров. По словам экспертов, здесь можно увидеть, какой была наша планета во времена динозавров. Но как эта земля смогла сохранить природу мезозойской эры? Какие тайны доисторической эпохи она пронесла собой сквозь сотни миллионов лет? При взгляде на Гейзерфлай создается впечатление, что вы попали на другую планету. Среди пшеничного поля Невады, окруженные террасами бутылочного цвета, возвышаются три скалы. Оранжевые, зеленые, ярко-желтые, красные и коричневые цвета придают им совершенно фантастический вид. Довершая сюрреалистическую картину, их вершины постоянно выбрасывают три струи кипящей термальной воды. Гейзеры неизвестны. На нашей планете их масса ближайшей. То, что мы с вами знаем, это Камчатка, долина гейзеров. Уникальное место. Физика процесса очень простая. То есть это вулканическая деятельность, это жидкость, это вода, это разломы тектонические. Вода просто спускается по тектоническим разломам вниз, нагревается и в виде пара поднимается наверх с определенной периодичностью или выбрасывается, вот как в этом известном случае в Америке. Исследователи называют эту территорию живой иллюстрацией планеты времен динозавров. А все благодаря поразительной окраске, напоминающей лучи радуги под оптическим стеклом. Это результат жизнедеятельности пигментированных бактерий. Их цвет изменяется от зеленого до красного в зависимости от процента хлорофилов популяции. Хотя такой эффект возникает во всех водных массивах мира. В большом призматическом источнике он особенно выражен из-за кристально чистой воды и большой глубины водоема. В эпоху динозавров эти два условия можно было наблюдать повсеместно. Удивительно, но еще сто лет назад здесь было обычное поле. В 1916 году рабочие пробурили скважину для колодца, однако вода оказалась горячей и совершенно непригодной для питья, поэтому место было законсервировано. На 48 лет о нем просто забыли. Но в один прекрасный момент гейзер пробудился. Судя по всему, рабочие пробурили отверстие так глубоко, что пробили геотермальный карман. Постепенно горячая вода прокладывала себе путь наверх. Выйдя на поверхность, вода начала менять окружающий ландшафт при помощи растворенных в ней минералов. Через несколько лет вокруг гейзера стали образовываться озера и болота. В термальной воде растворено огромное количество минералов. Скапливаясь вокруг источника, они затвердевают, наслаиваясь друг на друга, поэтому местность вокруг постоянно меняется. Скалы растут, а вокруг них образуются прекрасные террасы, заполненные горячей водой. Разноцветную окраску скалам придаются анабактерии. Их еще называют сине-зелеными водорослями. Эти древнейшие микроорганизмы способны к фотосинтезу. Особенно необычен их цвет. Они не окрашены в традиционно зеленые тона. Своё имя «Флай» гейзер получил по названию частного ранчо, на территории которого он расположен. Поначалу владельцы земли не обращали внимания на такое чудо. Но со временем гейзер настолько изменил окружающий пейзаж, что игнорировать это стало просто невозможно. Хозяевам участка даже пришлось защищаться от внезапно нахлынувшего потока туристов. В данный момент изучить гейзер невозможно. Владельцы полностью обнесли территорию высоким забором и только изредка пускают туда туристов. Собственники земли ведут настолько скрытный образ жизни, что любые попытки властей договориться с ними и сделать чудо достоянием общественности или продать участок провалились. Из-за гейзера окружающие поля оказались полностью заболочены и стали просто непригодны для фермерства. Пока власти пытаются договориться с собственниками, отдельные счастливчики, которым удалось своими глазами увидеть это чудо, рассказывают. Если умыться водой из гейзера, жизнь станет яркой и счастливой. Может быть, этим и объясняется нежелание владельцев делиться с приезжими водами из источника. Далее в программе. Овощи из ЦРУ. Что такое миссия «Артишок» и почему спустя 65 лет вокруг нее возникают споры? Чем занимались спецслужбы в секретных лабораториях? И как эти исследования связаны с современной Россией? Для того, чтобы превратить вооруженные силы стран Варшавского договора просто в обыкновенное животное стато. Мне бы в небо. Почему экипаж авиалайнера, разбившегося в 1972 году, видят на современных рейсах? Что ищут призраки на борту самолетов? Я считаю, что действительно в этом случае имело место либо голограмма, либо что-то сверхъестественное. Папа может все, что угодно. Почему в западном мире мужчины все чаще становятся на женские позиции? И может ли такая смена ролей прижиться в нашей стране? Какой он, мужчина будущего? Доля физического труда падает. Ее можно дать роботам. А интеллектуальное развитие сейчас стало одинаковое. Кто убил президента Альенде? Что произошло в Чили 11 сентября 1973 года? Жестокое убийство или суицид? Почему Сальвадора Альенде называют проектом КГБ? И что связывает Аугуста Пиночета со спецслужбами США? Единственный способ помешать мне исполнить волю народа – изрешитить меня пулями. В обстанции ворвали все его кабинеты, застрелили его, порядка 13 курсов. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Вот так выглядит индикаторная лампа для самолета «Тристар». Она загорается, когда авиалайнер выпускает шасси. Точно такая же в 1972 году стала причиной гибели рейса, следовавшего из Нью-Йорка в Майами. Как известно из материалов дела, при подходе к аэропорту самолет выпустил шасси, но лампочка не сработала. Экипаж не мог понять, способен ли самолет приземлиться. На замену лампы у бортинженера просто не хватило времени. «Тристар» оказался слишком низко для маневра. Самолет упал в болото. 86 человек погибли. Сложно поверить, но с тех пор сотрудники авиакомпании утверждают, что призраки погибших филотов неоднократно появлялись на рейсах. Но почему они приходят? Как ведут себя на борту? И что нужно сделать, чтобы души погибшего экипажа наконец-то обрели покой? В декабре 1972 года за три дня до новогодних праздников в 30 километрах от Майами потерпел крушение авиалайнер «Тристар», вылетевший из Нью-Йорка. Командир воздушного судна «Боб Лофт» умер в кабине самолета. Его коллега, бортинженер Дон Репо, продержался 30 часов. Но полученные им травмы оказались несовместимы с жизнью. Через несколько дней после трагедии стюардесса Гинни Паккарт летела рейсом номер 318 из Нью-Йорка в Майами. Во время полета девушка на кухне увидела туманный силуэт. Паккарт узнала призрака. Это был погибший бортинженер Дон Репо. Стюардессы, которые навряд ли легко внушаемы и подвержены подобным вещам, они же проходят специальное обучение, подготовку. Собственно, туда на работу не возьмут неподготовленного человека. Я считаю, что действительно в этом случае имело место либо голограмма, либо что-то сверхъестественное. Спустя месяц пассажирка, летевшая этим же рейсом, обратила внимание бортпроводников на своего спящего соседа, мужчину в форме пилота. Невероятно, но позже она опознала в нем капитана разбившегося Тристара, Боба Лофта. Однозначно это списать на какое-то самовнушение людей, я считаю, что уже было бы неправильно. Не может быть такого, чтобы все абсолютно пассажиры, летевшие одним рейсом, были одинаково легко внушаемы. Слухи о призраках на борту самолета быстро распространялись. Стюардессы отказывались работать на этом рейсе. Пассажиры сдавали билеты. Вице-президент авиакомпании лично поднялся на борт самолета. Позже он рассказывал, что в салоне первого класса увидел умершего Боба Лофта, чей силуэт растворился в воздухе прямо на глазах. А в начале 1974 года во время полета призрак бортинженера предупредил командира воздушного судна о возможном повреждении электрической цепи. Пилот повторно проверил проводку и действительно обнаружил неисправность. Есть очень редкий призрак. Он называется Богородный призрак. Он не уходит отсюда для того, чтобы помогать другим людям выжить. Помочь довезти самолет, или помочь потушить пожар, или спасти, помочь какого-то человека, что тоже возможно. Но почему призраки появляются только на борту номер 318? Оказалось, именно на этот лайнер была установлена часть уцелевшего оборудования с разбившегося самолета. По приказу руководства компании все старые детали тут же были сняты и заменены новыми. Вскоре после ремонта призрак Боба Лофта пропал навсегда. Однако погибшего бортинженера Дона Репо пассажиры встречали по-прежнему. Тогда руководство компании обратилось к медиумам. Единственный способ успокоить призраков погибших людей в авиакатастрофах – это по возможности максимально побеспокоиться о том, чтобы предать тела этих несчастных земле, захоронить их как обычных людей. В марте 1974 года четверо медиумов, супружеские пары Крейг и Чамберс, провели спиритический сеанс и вступили в контакт с душой Дона Репо. Они попросили бортинженера оставить земной мир и перейти в духовный. И после длительных уговоров он якобы согласился. Так ли это на самом деле – неизвестно. Но именно с этого момента никаких новых упоминаний о привидениях на борту больше не было. Американская компания спроектировала электрическую яхту класса люкс «Дейшер». Эксперты назвали новинку водным Тесла. По мнению аналитиков, экологическая лодка близка к электрокару не только своей идеей, но и неоправданно высокой ценой. Стоимость «Дейшера» начинается от полумиллиона долларов. Но даже в случае, если у вас завалялась такая сумма, просто купить в салоне яхту не выйдет. Каждая модель делается строго по индивидуальному заказу. Кто уже прикупил себе дорогостоящую новинку? И насколько безопасна эта электрическая роскошь? Эта яхта с виду ничем не отличается от остальных. Но стоит только нажать кнопку, как из обычного судна она превращается в настоящее чудо техники. Вот она, электрическая лодка. На самом деле я ожидал, что это будет что-то наподобие грибной лодки с электрическим мотором. Оказалось по-другому. Какая же она красивая. Просто шикарно. Длина этого судна чуть более 8 метров, а вес всего лишь около 3 тонн. Это самая легкая яхта в мире. Для ее производства американская компания «Хинкли» использовала современные материалы. Но самое главное, разработчики установили на ее борту мощный и, как уверяют, абсолютно бесшумный электродвигатель. Забавно. Мы все уже привыкли к явлению электрического двигателя, но я думал, ты хотя бы какие-то кнопки нажимаешь. Я вообще не слышу шума. Это удивительно. Мы так плавно движемся. Просто замечательно. Внутри яхты установлены две литий-ионные батареи на 40 киловатт в час и сдвоенные электромоторы, которые позволяют судну разогнаться до 50 километров в час. Но достаточно ли этой мощности для полноценного путешествия? Эксперты уверяют, заряда батареи хватает всего на 60 километров, при условии, что скорость яхты не будет превышать 15 километров в час. Однако если немного разогнаться, запас хода сократится в разы. Выходит, на этом судне точно далеко не уйдешь. Максимум получится пересечь небольшое озеро. Ты можешь отойти от берега, что-то пошло не так, у тебя нет возможности вернуться. То есть это не шутки. Должны быть все-таки другие технологии, которые возобновляют заряд с помощью солнечных батарей. Автономность, дальность хода принесена в жертву комфорту. Сегодня, чтобы стать обладателем чудо-яхты, нужно не только заплатить за нее полмиллиона долларов, но и отстоять приличную очередь. Ходят слухи, что первыми в списке этих счастливчиков значится владелец крупнейшей фармацевтической компании Европы Эрнеста Бартарелли и звезда Голливуда Дуэйн Джонсон. Однако, несмотря на громкие заявления и обещания разработчиков, специалисты уверены, электрояхты еще долго не смогут конкурировать с традиционными видами водного транспорта. Далее в программе. Папа может все, что угодно. Почему в западном мире мужчины все чаще становятся на женские позиции? И может ли такая смена ролей прижиться в нашей стране? Какой он, мужчина будущего? Доля физического труда падает. Ее можно дать роботам. А интеллектуальное развитие сейчас стало одинаковое. Кто убил президента Альенде? Что произошло в Чили 11 сентября 1973 года? Жестокое убийство или суицид? Почему Сальвадора Альенде называют проектом КГБ? И что связывает Аугуста Пиночета со спецслужбами США? Единственный способ помешать мне исполнить волю народа – изрешитить меня пулями. Повстанцы ворвали в силу его кабинета и застрелили его. Похороните меня за плинтусом. Почему людей хоронят заживо? И почему риск проснуться на собственных похоронах есть всегда? Там по ошибке похоронили впавшую в кому Октавию Смит. Впоследствии она явилась своему мужу во сне и сообщила ему о том, что он ее закопал и живьем. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Чилийский суд приговорил к тюремному заключению 106 человек. Все они считаются бывшими сотрудниками спецслужб режима Аугуста Пиночета. Их признали виновными в похищениях и убийствах в середине 70-х годов 20-го века. Несмотря на почти что полувековой срок, следователи чилийской полиции до сих пор расследуют дела того времени. Например, самое громкое событие тех дней – смерть президента Сальвадора Альенде 11 сентября 1973 года. Что это было? Жестокое убийство или суицид? И почему исследователи уверены, что у этой трагедии есть американский след? Это последняя прижизненная фотография Сальвадора Альенде. В руках у него автомат Калашникова – подарок Фиделя Кастро. Именно из этого оружия президент Чили отстреливался от мятежников. Он держал оборону в своей резиденции во дворце Ла Монеда. Я не мученик, но я не покину Монеду, пока не выполню свою миссию. Единственный способ помешать мне исполнить волю народа – изрешитить меня пулями. Эти слова оказались пророческими. 11 сентября 1973 года он погиб во дворце Ла Монеда. Но даже сейчас обстоятельства его смерти до конца не ясны. Об этом есть несколько версий. Одни говорят о том, что повстанцы ворвали в силу его кабинета и застрелили его порядка по 13 куб, что ли, недели. Но другие говорят, что дело было не так. Ла Монеда покончил жизнь самоубийством. То есть он не захотел, скажем так, испытать позор, когда его захватывают его противники. Вот. И сам убил себя. Но кому была выгодна смерть красного президента? Так прозвали Альенда оппозиционеры. Он выиграл выборы в 1970 году. Эксперты говорят, всего через три месяца после избрания он добился повышения зарплат на 25% и завоевал поистине всенародную любовь. Для этого Альенда пришлось национализировать, то есть забрать в собственность государства все крупнейшие частные предприятия страны. А в те годы они практически полностью принадлежали американской элите. По мнению специалистов, именно в тот момент, когда Альенда лишил американцев многомиллиардных доходов, он подписал себе смертный приговор. Сам Альенда, он проводил, скажем так, довольно-таки грамотную экономическую политику. Национализировал банки, крупные предприятия, медно добывающую отрасль, то есть основным источником дохода Чили. Сальвадор Альенда, он по сути всегда являлся для США, так сказать, костью в горле мягких моментов. Политика Альенда, как считают историки, стала открытым вызовом транснациональным корпорациям США. По мнению ряда исследователей, практически сразу после объявления о национализации, чилийские мятежники стали получать финансирование из-за рубежа. И это нельзя назвать простым совпадением. Ему не дали никоим образом возможность национализировать вот эту вот, как бы, длинные щупальца США в виде телекоммуникационной компании IT. Именно в этот момент Пиночет стал резко бросить оружие, военную помощь, в том числе и у США, и, соответственно, готовиться к перевороту. По мнению конспирологов, после Карибского кризиса власти США опасались повторения кубинского сценария в Чили. Эксперты предполагают, если бы Альенда остался у власти, вся Латинская Америка могла стать коммунистическим союзником СССР. Как Никсон сам говорил, назову это «красный сэндвич», то есть Чили и Куба, две эти страны, они могли стать очень опасным источником для США по распространению революционных настроений и на южное, на североамериканском континенте. Со стороны США, по сути, была разработана последовательная программа по тому, чтобы свергнуть этого президента, красного президента, как они его называли. Современные исследователи отмечают, переворот в Чили, как две капли воды, похож на то, что много лет спустя случилось в Ливии и Сирии. Во всех случаях мятежники действовали по одному сценарию – громкие обещания мира и процветания, а как результат – полное разрушение экономики, массовые беспорядки и политические репрессии. Сама программа по подготовке всего этого переворота, она напоминает о том, что происходило сейчас, допустим, в той же Ливии или в начальном этапе в Сирии. Просто здесь это боевики, а там это, скажем так, определенные оппозиционные силы, которые, по сути, и готовились американскими специалистами, и вооружались, и так далее. На смену Альенде пришел Аугусто Пиночет Угарте. Его называют одним из самых жестоких диктаторов своего времени. Он создал специальное управление – директорат национальной разведки, по сути, тайную чилийскую полицию, основной задачей которой был поиск и устранение недовольных новым режимом. Конечно же, руки этой организации, как говорится, по локоть в крови. До сих пор эксперты спорят, сколько десятков, а может быть и сотен тысяч людей, прошли через концлагеря, аресты, пытки. Независимые эксперты, европейские, в том числе, говорят о сотнях тысяч человек. Западные власти, которые сегодня осуждают методы Пиночета, в дни его правления, напротив, активно поддерживали диктатора. Исследователи считают этот факт очередным доказательством американского следа в организации свержения Альенде. Но кто спустил курок 11 сентября 1973 года? Сам Альенде или ему помогли уйти из жизни? Недавно тело бывшего президента Чили было эксгумировано. После изучения останков судмедэксперты сделали сенсационное заявление. Альенде застрелился сам. Однако не все специалисты согласны с таким мнением. Как считают конспирологи, результаты вскрытия могилы – фальсификация. Истина будет скрываться до тех пор, пока это выгодно политикам. Американский женский журнал опубликовал эссе экс-президента США Барака Обамы под названием «Так выглядит феминист». Отец двух дочерей отмечает, что началась эра женщин, и своих девочек он воспитывал в соответствии с требованием времени. Как отмечают специалисты, во многих странах сильный и слабый пол уже поменялись социальными ролями. Только в Америке более трети американских матерей являются основными кормилицами своих семей. Но зачем женщины с таким упорством пытаются доказать свою самостоятельность? Какое место в таком мире отведено мужчинам? И сможет ли форма современного матриархата прижиться в России? В странах Скандинавии декретный отпуск на законодательном уровне поделен поровну между мамой и папой. То есть с ребенком после рождения отец должен провести не менее половины декретного отпуска. А если родитель отказывается, то государство просто не оплачивает этот период. Однако и без этих законов мужчины по всему миру стали с удовольствием уходить в декрет. Аналогично идут с мужчиной, которым неохота вкалывать что-то делать, напрягаться. Они готовы ходить на обычную работу, не делать карьеру, но им интересно позаниматься дома. Почему нет? Многие знаменитости с удовольствием бросают все свои дела и занимаются домашним хозяйством. Марк Цукерберг ушел в декретный отпуск на два месяца. Джастин Тимберлейк на полгода. Даже принц Уильям брал декретный отпуск на несколько недель после рождения детей. В некоторых странах женщины до третьей набрали главенство. Неужели мужчины добровольно готовы взять на себя женские обязанности? Крупная исследовательская организация Чинтраст обнаружила целый ряд химических соединений, которые способны феминизировать мужчин. Они нарушают работу мужской эндокринной системы. В результате чего у представителей сильного пола возрастает доля женских гормонов. Оказывается, эти вещества содержатся в большинстве привычных продуктов – косметике и бытовой химии. Может, поэтому мужчины по всему миру все больше начинают напоминать женщин не только внешне, но и поведением. Мужчины превращаются в женщин, действительно. То есть, даже если посмотреть чисто визуально, да, слава богу, эпоха метросексуалов приходит к концу, потому что это путь в никуда. Когда у мужчины больше баночек в ванной, чем у его женщины, на самом деле, вот, меня это напрягает. Сегодня в моем блоге я расскажу о ежедневном макияже для мужчин. По мнению ученых, эмансипация женщин в развитых странах повернула мужскую эволюцию в обратную сторону. Работодатели все чаще дают предпочтение женщинам. Рекрутеры считают, они более исполнительны и ответственны. Это уже привело к тому, что в Западной Европе и Америке в течение многих лет мужская безработица в несколько раз превышает женскую. Но дело тут не только в экономической составляющей. Мужчины и женщины, очевидно, разные. Никто не лучше, не хуже, но разные и лучше приспособлены к разной деятельности. Соответственно, люди специализируются по мере своих возможностей. Эволюция развивается. Постепенно доля физического труда падает. Ее можно дать роботам. А интеллектуальное развитие сейчас стало одинаковое. Современные СМИ разрушают традиционный образ мужчины. Модельеры перестали делить моду на мужскую и женскую. Мужские юбки, став трендом среди селебрити, пошли в народ. Исследователи проекта Generation What заявили, в развитых странах традиционные роли мужчины и женщины уже поменялись на 70%. Это привело к тому, что большинство молодых людей социально дезориентированы. Потребности мужчин все чаще напоминают традиционные женские. Я парень, и я пользуюсь косметикой. Я делаю макияж. И я ненавижу дискриминацию. Я не понимаю, почему считается, что свои недостатки внешности могут корректировать только представители одного пола. Это несправедливо. Мужчины, они как бы теряют свои основные функции. И они, в общем-то, становятся, как бы, получается, придатком к женщине, которая превращается в такую самодостаточную единицу. Она и женщина, она и мужчина. Мужчина, в принципе, становится не нужен. Самое страшное, что если в обществе поселяется такая мысль, что что-то не нужно, да, то оно начинает отмирать. В связи с этим возросла доля психических расстройств у подростков. Количество самоубийств мальчиков в Америке за последние несколько лет увеличилось почти вдвое. Этот показатель в среднем в шесть раз выше, чем у девочек того же возраста. В момент формирования личности у них начинается некоторые изменения личностные. Стресс, агрессия, тревога. Мальчики более уязвимы в этом. И поэтому как раз их развитие начинает уходить в агрессию. А как защитные реакции. Это алкоголь, это наркотики, это инвентилизм, когда они просто-напросто перестают участвовать в активной жизни страны. Получается, чем сильнее становятся женщины, тем слабее будут мужчины. Это известный закон. Ведь мужчина и женщина должны дополнять друг друга. Сейчас в Европе многие дамы считают оскорблением, когда мужчина придерживает дверь или предлагает свою помощь. Например, донести тяжелую коробку. Такое поведение женщин, по мнению психологов, превращает мужчин в мальчиков. Она включает эту самую передачу и начинает действовать. Мало того, получает там определенное удовлетворение. Научается зарабатывать деньги. И таким образом получается, что умея удовлетворить себя и свою потребность, она сама же начинает уходить в самодостаточность. И мужчина, как таковой, уходит на второй план. Она выбирает не мужчину, а выбирает ребенка, выбирает свою личную зону комфорта. Психологи утверждают, в воспитании детей самым важным является родительский пример. В современных развитых странах, по словам экспертов, уже появилась яркая тенденция развития мужского инфантилизма. И, как считают специалисты, винить в этом в первую очередь надо самих женщин. Зачем мужчинам ходить на работу, забивать гвозди, зарабатывать деньги или копать картошку, если все это за них с удовольствием делают женщины? В Индии 17-летний Кумар Мривади ожил во время своих похорон. Он открыл глаза и начал двигать руками и ногами. Как сообщают местные СМИ, после инцидента юноша чувствует себя здоровым. Однако далеко не всем заживо похороненным удается очнуться до того, как их закопают. По статистике, в Европе в 19 веке каждого десятого хоронили еще живым. И если верить специалистам, подобные ошибки происходят и сегодня. Но как такое возможно? Что делать, если вы очнулись в гробу? И кто из людей сумел в буквальном смысле слова выкарабкаться с того света? В один из полицейских участков Марокко с повинной пришел мужчина. Он заявил, что несколько дней назад похоронил на заднем дворе дома свою девушку, 25-летнюю француженку. По его словам, она умерла внезапно. Он испугался и не стал вызывать скорую. По заключению криминалистов, эксгумировавших останки, мужчина похоронил свою возлюбленную, когда та была еще жива. Эксперты установили, что девушка не умерла, а на самом деле впала в кому. У нее был диабет. А мужчина, находящийся рядом, понял, что она не жива, потому что у нее не было признаков жизни. И впоследствии оказалось, что ее похоронили заживо, и она умерла под землей. По версии полицейских, девушка умерла, не приходя в сознание. Эксперты говорят, такое случается редко. Обычно людей, похороненных живыми, находят в гробах перевернутыми. Они застывают в жутких позах, погибая от недостатка воздуха. Один из самых пугающих инцидентов произошел в американском штате Кентукки. Там по ошибке похоронили впавшую в кому Октавию Смит. Впоследствии она явилась своему мужу во сне и сообщила ему о том, что он ее закопал живьем. Когда мужчина вскрыл гроб, то он увидел разодранные в кровь колени своей жены, и пальцы, которыми она скребла окрышку гроба, были вывихнуты. Похороненным заживо может стать каждый. От рокового стечения обстоятельств и врачебной ошибки никто не застрахован. Энтузиасты решили узнать, как выжить, если оказался в могиле. За этой прозрачной крышкой я смогу тебя видеть. И если тебе станет плохо в герметичном гробу, я тебя вытащу. Исследователи выяснили, нельзя паниковать и делать лишние движения, так как сгорает много жизненно необходимого кислорода. Нужно четко рассчитать план действий, ведь времени будет немного. Мне хочется выбраться. Становится хуже. Если бы тебя действительно закопали, у тебя был бы только один час, чтобы выбраться. Потом кислород закончится. Перед тем, как начать выбираться из гроба, эксперты советуют закрыть лицо тканью, чтобы почва не забила дыхательные пути. А затем пробить маленькую дыру в крышке и начать перекидывать землю оттуда к себе в ноги. Теоретически, таким образом можно выбраться. Эксперты пришли к неутешительному выводу. Шансы выбраться из могилы минимальны. Криминалисты заявляют, случаи захоронения живых людей до сих пор происходят по всему миру. По их мнению, виноваты медики, которые из-за невнимательности не могут отличить настоящую смерть от тяжелой комы. Если тяжелая кома, то у человека может замедляться с рецепиением, но оно все равно есть. То есть, если послушать, ну, стетоскопом, да, то оно есть. Может практически быть неуловимым дыханием, но оно тоже будет. По словам врачей, человек может впасть в кому из-за инфекции, при травме головы, а также от сильного истощения. Сами же медики выдвинули новую гипотезу, что мешает им решить, куда отправить пациента – в морг или реанимацию. Анализы эксгумированных тел заживо похороненных людей показали, что в их клетках содержится определенный вирус неизвестной природы. Специалисты считают, что именно этот вирус является причиной тяжелой кормы. И поэтому медики не могут сразу определить, жив человек или мертв. Ряд экспертов предположил, эта инфекция была разработана еще в период холодной войны, в американских лабораториях. Действительно, если верить статистике, наибольший процент похороненных заживо именно в США. Исследователи предполагают, что опасный вирус мог попасть в окружающую среду. Эксперты назвали американцев подопытными кроликами спецслужб. С момента рассекречивания ЦРУ своих архивов, споры вокруг антигуманных опытов над людьми, которыми не брезговало агентство, не утихают до сих пор. Одной из самых скандальных, по мнению экспертов, стала так называемая операция «Артишок». С помощью воздействия психотропных препаратов ученые пытались создать идеальных солдат. Жертвами экспериментов стали сотни человек. Каких результатов удалось добиться исследователям? Почему проект закрыли через год после старта? И какое отношение к «Артишоку» имеет современная Россия? Август 1952 года. С аэродрома «Эндрюс» военно-воздушных сил США поднялся в воздух самолет с сотрудниками ЦРУ на борту и взял курс на Западную Германию. Руководителям проекта, офицеру Сэмююлю Томпсону и профессору психологии Ричарду Уэнту предстояло выполнить сверхсекретную операцию под кодовым названием «Артишок». Германия была выбрана не случайно как проект для реализации данной операции. В случае, если бы данная операция была вскрыта, то представители Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов, ЦРУ либо другие высокопоставленные чиновники Соединенных Штатов могли бы просто-напросто сказать, что испытания проводились на территории другого государства и граждане Соединенных Штатов не пострадали. Подальше от Америки, поближе к Советскому Союзу. Главной целью операции была разработка психотропного оружия. В ЦРУ верили, что любого человека можно превратить в биоробота и собирались это доказать. Для чего это было нужное оружие? Для того, чтобы направить его против стран Варшавского договора, в данном случае против СССР, для того, чтобы превратить вооруженные силы стран Варшавского договора просто в обыкновенное животное стадо. Именно тогда начался так называемый оборот в Германии. Одной из задач агентов было создание эликсира правды. Работу над препаратом профессор Уэнд начал задолго до старта операции. В ход шли различные наркотики, действия которых доктор проверял на себе. В Западной Германии его подопытными стали советские агенты. В архивах ЦРУ сказано, что их опаивали сильно действующими наркотическими препаратами и подвергали гипнотическому воздействию. Это было одной из задач – использовать военными данные средства для того, чтобы у человека притуплялось осознание, чтобы менять его мотивацию, менять его волю. И человек тем самым превращался в овощи, и человеком можно было легко управлять. Знаем мы прекрасно, если мы управляем человеком, мы можем управлять толпой, а тем самым, управляя толпой, мы можем сменить и политический строй в государстве, вызвав какие-то бунты, мятежи или еще что-то. Однако желаемого эффекта добиться так и не удалось. Реакция допрашиваемых на сыворотку правды была непредсказуемой. Люди бредили, плакали, рассказывали детские воспоминания, но секретную информацию не выдавали. Тогда при помощи все тех же наркотических препаратов людей стали вводить в бессознательное состояние, тем самым фактически разрушая их психику. Особенно был характерный так называемый секретный термин, как секонал, который непосредственно влиял на человека, а именно вызывал амнезию, в которой человек ослаблялся. И когда ему задавались определенные группы вопросов, он мог отвечать беспамятности и отвечать именно так, как хотелось именно тому человеку, который задавался вопросом. В конце 1952 года программу «Артишок» возглавил сотрудник управления безопасности ЦРУ Алан Морзе. Ему поручили создать суперполиграф, который можно было бы вмонтировать в кресло, диван или письменный стол таким образом, чтобы он оставался незаметным. Так человек мог проходить проверку на детекторе лжи, даже не подозревая об этом. Под руководством Алана был изобретен аппарат, названный «Электросном». Он вводил человека в измененное состояние сознания, подвергая подопытного электрошоку или легкому сотрясению мозга. Но это был вовсе не полиграф, а скорее пыточный аппарат. Под его воздействием человек испытывал мучительную боль. Именно это и заставляло многих пациентов заговорить. В частности, известны такие случаи, когда в лабораторных условиях человеку вводили химический средств, погружали его в длительный сон, будили его только для того, чтобы дать ему порцию электрошока. Дальше его опять приводили в состояние сна. Шокирующие опыты агентов ЦРУ больше не могли оставаться в тайне. В прессу стала просачиваться информация о запрещенных экспериментах над людьми. В 1966 году операция «Артишок», переименованная в «Синюю птицу», была закрыта. Однако эксперты уверены – наработки, полученные в ходе бесчеловечных опытов, применяются до сих пор. Данные испытания проводились именно с той точки зрения, чтобы посмотреть, как толпа людей будет реагировать, как медико-биологическое оружие, а именно об этом мы можем говорить, воздействует в военных целях или воздействует не в военных целях, а именно воздействует в гражданской жизни, но ведет на глобальное разрушение политического строя той или иной страны. Результатом этих разработок, по мнению экспертов, стали экстази, ЛСД, амфетамины и другие психотропные средства. Цель программы «Артишок» была достигнута, хоть и не совсем так, как предполагали американские ученые. Оружие массового поражения, которым, по сути, и являются эти препараты, распространилось по всему миру. Сегодня от наркозависимости только в нашей стране страдает более миллиона человек, и число зависимых каждый год увеличивается. Английский мыслитель Джон Локк считал, что никаким другим путем нельзя прийти к истине и овладеть ее, кроме как копать и разыскивать ее, как золото и скрытый клав. Давайте идти по этому пути вместе. С вами был Олег Шишкин, и вы смотрели программу «Загадки человечества». Субтитры создавал DimaTorzok